Все занято. Я быстрее всех поел сегодня. Вот ведро с этой золой и тут с другого ведерка. Вот сегодня видишь какой? Надежда Васильевна тут коврижек понанесла. Пироги тут с морковкой, с картошкой. Тут она тыкву с чем-то дала. Картофель, тут сметана. У каждого свой у нас. У каждого свой. Потому что все вместе, а сметану кто сколько хочет покупает. Ну и картошка. Вот эта вообще она пищется когда-то. Замечательно просто. Вот так. Рябчики. Пошел. Господи Иисусе Христествене Божий, помилуй меня грешно. Отрекаюсь от сатаны. И всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Все. Никакие облучения, никакие штрихи не подойдут. А то с Беларуси тот один. А говорят, что вот когда границу пересекают с Беларусью, то штрих-код на лоб поставят. Да нет это. У нас только в одном контейнере с железом там ставится. Ну оттуда она никуда, пока эта зараза не распространяется. Храма нету, антихриста нету. Опять это начертание ставили. Да и написано 666. Здесь мудрость сочти. А что считать-то? Шестерки взяли? Да шестерки никакого отношения не имеют к этому. В них зашифровано. Зачем ты? Кто имеет мудрость? Совершенно сумасшедшие. И главное, они, которые люди отходят, они теперь, у них почти вся идея, как не спровергнуть меня. А мне еще не спровергать. Я не на высоте, на самом низу стою, социальной лестнице. Всю жизнь асценизатором пробовал. Вот они теперь думают, как там в моих книгах. Копается, образования никакого нету. В одном предложении три ошибки. Ну нет ничего. Брали мои книги на анализы, там, три центровских отдела трех епархий. В Одесский монастырь. Потом Киево-Печерскую лавру. Дворкину отдали. И ничего не нашли. Ничего. Рябчики зимние. Так. Ну и пошел. Ладно, братья, валите. Ой. Волом. Иди скорее с этой стороны. Увеличивай, иди. Сейчас под лестницей, брат. Два раза отни, чтобы она уменьшилась. Под лестницей, вон край. Нет. Этот, а ты быстро умеешь. Ну вот он пошел. Все. Может ворота. Заела. Вот только вот это пока. Угу. Все сейчас на эту. На следующую. Интересно. Нет, этот не влияет. Компьютер. Компьютер. Вот это что? Да? Ну да. Вот что для взяла. Вот это. Вот. так все рано есть закрывается сейчас почту проверяет если почта все переключи дверь подперта чтобы что-то не сбежали вот там погода сегодня вообще градусов ну 15 если нет машины идут брусор убирают как власти нет власти нет никакой в стране как нету мы с Пима работают здесь зерноочистительки работают на таках здесь снег чистят мусор увозят автобусы ранее идут ну так просто люди как говорится зажрались вот дорогой ездили ну и рассуждали вот свобода конечно свобода уже не та которая была в первые годы перестройки тут закон яровой подножку ставить начал запрет свидетелей иеговы сторожевой башни ну и это еще достаточно тогда я преподавал в 13 школах одновременно вел занятия академгородок пять отделов милиции городской отдел милиции краевой все воинские части заводы фабрики техникуме пять университетов это я вел и три радиопрограммы сейчас ничего этого нету конечно обрезали допуска нету но дорогой мы рассуждали этого хватает да эту поездку миссионерскую нам бы не сделать при прочей власти книги мне бы не выпустить деревни не начали бы создавать кто дал то даже мы приезжали отдыхать и то нас там душили ловили коммунисты и сейчас они там через Грудина на Павла лезут куда-то опять бессовестные и морста раскрыть не надо они избирали нюрбинский процесс вот что надо было им сделать я не за то чтобы маршала вешали как Геринг говорил ну маленько это надо вспомнить а то на Солженицыно нападают мы рассуждали хватает нам этой свободы Николай Курчин наездил Николай Павлович Виктор Николаевич Савченко и мы решили для себя нам этого хватает к нам заезжает машина государственная или частник какой-то мы отправляем 4 тонны ставка где наши книги будут лежать границу зад-перед пересекаем тогда вообще думать нельзя было тогда в Лазанье был международный конгресс меня туда избрали уже все готово все и меня все равно не пустили а потом показывали СССР место пустое и моя фамилия и имя там было рассказывают в Лазанье это религиозно было коммунический совет был и хорошо что меня не пустили я бы нигде не поддерживал оттуда бы не выехал я знаю как они маленько давно ли как Иоанна Павла первого было или Никодим Ротов все сковорнулся и нету оперативный псевдодим там капельку капнул умрет на следующий день не от чего-то и нам этой свободы достаточно вот я сейчас нахожусь здесь суд меня выпустили перестройка суды были 11 лет я его выиграл вот два дома имею центральный район 13 соток государством все закуплено и этого ничего не было детского лагеря бы этого не было там которые стройки мы сделали ну при стройке не было бы то что насос там поливать не было это это все людей то нет все растащили деревни не было деревни главное не было школы не было это все пришлось перестройкой благодаря не богу что все это случилось и мы дорогой ехали а едем то порт находка Владивосток и до Лиссабона Прибалтика и Скандинавия и север и Чечню и Турцию обошли все это абсолютно недопустимо было поэтому стабильности хочется ну и конечно я за то чтобы стабильно было никаких переворотов не было и мы дорогой ехали мы вот в день мы даже не меньше были это 7 или 5 городов посещать в среднем проходили по тысячу 30 километров в день в десять отбой в два подъема в два ночи два шофера меняются едут и мы бы ничего этого не сделали ни книг ни поездки миссионерской ни встречи а это ни одна ни две встречи сотни вокруг только мы нашего селения ходили раздавали посещали в дома не просто так в городе как сейчас Евангелие раздают а в дом вызвать хозяин хозяина отбиться от собак рассказать пригласить больше тридцати тысяч Евангелия Новых Заветов раздали это вообще какая уже свобода то нужна свобода меня вообще то моей свободы никогда не лишали я всегда проповедовал постился молился а это главное было мне никто не мешал милости не творить отдавать все десятины свои но что перестройка дала это вот это да тут нищета то другое люди там вешались ну надо было работать земля-то пустовала в одном Алтайском крае больше миллиона гектар земли пустующей было и никого нету сейчас двадцать одна тысяча поселений закрыты разрушились села никого нету вот мы православные на православной основе все я о свободе говорю мы не голосуем ну а если бы сказали выбор сейчас тебе или убьют туда ну я за стабильно стабильно значит чтобы тот же и остался правитель то есть не было переворотов эти уже окружение все наворовало меньше уже будут воровать то ну все равно где-то как сердюков то подавятся и с этими с олигархами там половина хотя бы тех не стало ну раз десять больше новых стало мы это все знаем и видим но только мирным путем это все делается вот утром я говорю братья обедают я быстренько пообедал вынести мусор надо из дому то а если Володя говорит это вот как Сергей Радонежский он братья кто свободен там дров наколоть все заняты он взял топор и пошел колоть дрова вот они говорят это вы как Сергей ну конечно братья поменьше видение не было этих черных воронов что они увидели там это население монашеское это вот маленький эпизодик нашей жизни сегодня сколько мы увидели сейчас гляжу машины идут возят там мусор сгребает это власть когда власти нет этого ничего нету и как пик всего железные дороги зарастут бурьяном вот по чем определять по железным дорогам а сегодня как везде главное все автобусы одна приехала такая грамотная кандидат науки власти никакой нету я говорю ты чего огородишься я говорю сейчас увидела автобус проехал да ну а сейчас куда поедешь ну мне надо там на булыгино ну вот пожалуйста до вокзала там дальше а когда власти нету ничего этого нету ни один не выйдет потому что это грабят сегодня петлюра завтра махнут послезавтра еще то зеленое красное люди не знают какой флаг вывешивать а сегодня определенно никакого мы не вывешиваем и вот когда все это раздумаешься не пости это ропот ропотники про них прямо его дают ничем не довольны а как работать надо да она власть такая воровская там это такой это президент ну и что из этого я никогда никого не опровергаю потому что я не знаю так это нет но вот мой участок вот я отвечаю за это вот пошел сегодня вытащил мусор дальше я пенсионер 78 лет дальше у меня вот голуби а залетел нет он не видал ну-ка дай-ка гляну прогулку я им даю вот смотри утренний моцион наверху он где он там ну-ка это где вон она сидит видишь голубка нет она парит сидит а вон где а вон там наверху вон он ну сними его он разгулялся не идет но он пойдет туда вот вот это что я имею вот это два домика здесь в центре города Барнаула 226 гектаров это не игрушка по суду даром я не строил это мне за то что у меня конфисковали этого ничего бы не было поэтому свобода которая сейчас есть мы в ней пользуемся вполне закон яровой мы не обходим сразу же собрание прошли занятия выдали справки из отдела юстиции мы зарегистрированы сейчас отделенных совет церквей совет ереси там баптиста отделенная их начинает где-то там что-то прижимать ну не вписывайтесь в рамки а вы в чем вписывайтесь ну на сегодняшний день да мы нигде не нашли то что ущемляет мою свободу никак некоторые начинают сегодня там не поминающие патриарха а вы поминаете дома про себя мы не поминаем поминается только тогда когда приезжает митрополит или священники когда у нас день деревни или ну там после 14 мая в потеряевке первое воскресенье или 16 сентября престольный праздник они там святейшего патриарха а там говорят пресвятейшего такого нету это обман святейший ну что интересно когда в ссылке был Иоанн Златооса он пишет там инакентию папе римского называет его святейшим я не согласен слово святейшее это значит ты выше Бога Бог только свят слово святейшее в Библии два раза говорится первый раз назидая себя на святейшей вере вашей а в Ветхом Завете написано на святейшем месте то есть о храм где храм находится ну сам храм вот и все вот маленький мусор я с мусором вышел видите сколько ну не новинка конечно то что я говорю то и все таки никогда не надо роптать мы сегодня вот события дня и засчитали как я судился 11 лет и процесс выиграл эти дома мне дали как мэр города приехал передавал это какую грамоту он дал написал там грамоты или письмо ну и мы были тут корреспондент и все это а это здание Асгода бывшая а потом тут передали его так называемые афганцы в Афгане кто-то был там руки нет ноги они только отремонтировали тут и вдруг мы являемся они тут дали сигнал и там двор заполнили ну бывшие военные но у Баварина у мэра города ну глава самоуправления Барнауля Баварин к слову сказать в десятку лучших мэров ходил и он был послан советник его он тоже в Афганистане был он говорит нет тут ничего нельзя сделать это государственная необходимость понимаете государственная необходимость вам другое дадут дом там уже отремонтировать настоящий у вас будет и правда им дали такое старинное здание там как церковь такое и они тут бунтовать не стали да мы только ворота сделали там решетки на окна мы возьмем ничего трогать не надо вам вы меня знаете общинника Владимир Петрович нынче он у нас как был двадцатилетие как мы здесь поселились это все понимаете это биография биография нашей жизни вот здесь вот и вот все Господь как-то так сделал и с властями сохранились отношения они не просто хорошие отличные мэр города делает тут какой-то театр драмы годовой отчет и меня приглашают специально посыльный приезжает по разнике День Победы или что-то посыльный там какие-то щены у них есть прям сюда ко мне приезжают вручают приглашение письмо навстречу там где у них будет и я не хожу один раз только ходил когда отчет он делал и то после этого они меня спрашивают ну и как он знает что я с народом все время выступаете вы трибун такой да какой я трибун там я говорю мне понравилось он знает кому как сказать как улыбнуться и какую награду выдать когда он живой был поэтому он погиб и мы даже за него молились узнал я до двенадцати ночи названивал везде верующий не верующий был верующий был хотя был парторгомоторного завода раньше это все вот где не коснусь это история она наплывает буквально на меня а люди то которые ну ничего не имеют и ничем не занят и молитвы нету храм не ходят ну и сатана там эти разные боты да тролли тролли это подземные бесы скандинавских народов и ничего нету и где нету а не чтобы я с ними вступил в спор зачем на наших материалах в каждом ролике столько всего что мне не за чем вступать вчера у меня восемнадцать роликов вышло за день за день и какие ролики там по два часа а что архивы которые раньше я насчитывал ну жития святых надо златоус надо библия это все вот уже три ролика а сегодня только утром ну я встаю два часа ночью встаю и до утра братьев четыре сорок а я раньше ложусь девять и выставляю сегодня сразу выставил семнадцать сейчас еще два готовится будет девятнадцать за день вообразите девятнадцать что там смирнов или какой бы ни был гаварун там священник патриарх нет конечно и притом наши материалы не однодневки например противостектантский кальнева начитанные книги отдельный прям сирин Игнатий Бринчанинов отдельно Иоанн Кронштадтский идет у меня насчитанное ни у кого этого нету и поэтому я не хочу быть тем который зарыл талант свой я молился молился 37 лет молился об этом и вдруг нынче Бог дал помощи 37 лет не давал были так с краешку но именно вот взять материалы наши по отдельным файлам аудио превратить в видео ну это никто не мог и вдруг незнакомые друг с другом люди на меня вышли попросили разрешения и сейчас уже не 4 нынче а могу даже вчера выступление Виталия считать же 6 одновременно 5 пришло и 6 вчера на подмогу тот решил стихами заняться и снабжать моими фотографиями стихов 3467 и фотографии 21000 это наши наши все наши это не чужое вот пошел за мусором и сколько отсюда одновременно выходит Богу слава Никита иди-ка сюда я тебя попутно спрошу кое-что вот как ты приехал первый год и сейчас наши отношения лучше стали нет ну да с первым годом конечно лучше лучше так люди все время спрашиваешься с Никитой ждем роликов ты обдумай этот материал как или какие-то ты вопросы будешь задавать или что-то ты избрал сейчас тему по моим вопросам 4124 ответа так так ты по этому составь отдельно ролики то вот как вчера Виталий ты увидел вот смотрю стихотворение ну о терпении смотри как он вышел как насчитал ну сделай это у нас тут Василий этот черепан смотри его ждут как вчера интересно я выстрел одновременно Янгратоуст 7 человек а Василий 507 ну это же разница большая где людям интересно это и при том не просто так посмеяться над кем-то как человек из этого состояния выходит из апатии так тебе я думаю тему надо взять вопросы ответы ты ей уже занимаешься сколько дней да ты же занимаешься просто просматривай какие там ответы на вопросы просто просматриваешь я каждый раз вижу ты сидишь с ними там выписываешь что-то делаешь ну мы сами сколько уже начитали этих ответов помните ну да я считаю что тысячу насчитали и каждое утро читаем еще по одному что ему сверху этого сделать я не знаю ну вопросы два-три это не так по тематике с одного с одной папки взять да еще сделать вот так как Виталий что там считается или мы а потом фотографиями разбавить ну это было бы интересно то есть вот такой момент не тянет тебя сделать это нет ни с невозможности ни времени так сказать ну ладно ну вот Никита говорит делайте с ним ролик я предлагаю но пока кто-то из нас не дозрел до этого все с Богом с Богом ладно все я сажусь все все все